и снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале булат и ко с вами как всегда я александр пушистая мордашка булатик стабильно спит ну и наша постоянная рубрика рыбалка от а до я и мы рассматриваем такую хищницу наших в региона как щука и тема сегодняшнего видосика насадки так что прожимаем барский лайк царскую подписочку ну и погнали далее насадки применяемые при ловле щуки разделяются на металлические блесны имитация живых рыбок и живцов мелкая живая рыбка так и та или иная насадка иногда пригодна только лишь для определенного вида ловли на спиннинг дорожку троллинг отвесное блеснение в качестве насадок применяя троллинг это не отвесное блеснение в качестве насадок применяются блесны разных размеров расцветов и формы и живцы при ловле на кружки удочку жерлиц и другое троллинг это проводка это когда ты за лодкой тянешь скажем так наживку ну ладно большое разнообразие блесенцы дает еще большее разнообразие мнений о пригодности или непригодности той или иной блесны для ловли щуки нельзя утверждать что можно на какой-нибудь тип блесны обязательно поймать рыбу так как форма блесны цвет и быстрота ее вращения вокруг своей оси вряд ли имеет постоянное и решающее значение для ловли ну да каждый раз нельзя сказать что рыба на одну блесну ловится на другие нет тогда бы у рыболов был или сюда по одной блесне и все известно что иногда на быстро вращающуюся блесну как например спиннер никелированный щука ловится очень хорошо но и на блесну с медленным колебанием движения как например успех цвет латуни ловы щук бывают не хуже книжечка подустаешь я так понял все же у каждого рыболова спиннингиста и дорожечника имеется своя излюбленная форма блесны на которой он чаще всего и ловит кому когда кому как зашло кому больше на какую повезло поймать так и она и продолжается большинство он рыболов лучше считает блесну байкал посеребренную или никелированную желтую латунную или цвета красной меди размером 45 сантиметров неплохими считаются блесны успех универсальная женева длиной 46 сантиметров у дорожечников пользуется популярностью блесна оттер и ложечка ложка вот рисунок номер 5 разная там блесна такая вот ситуация за последнее время с неизменным успехом спиннингисты применяют блесну уральскую и шторлинг длиною до семи сантиметров ближе к осени рекомендуется применять более крупные блесны но все же ловить щуку весом 1 2 килограмма применяя для этого блесну длиною 12 15 сантиметров не следует оснастка блесен считается лучше если у них расстояние от концов тройника жала до конца блесны будет не более 2 5 миллиметров а ширина тройника будет несколько перекрывать ширину блесны блесны оснащаются крючком соединенным с блесной колечком или крючком подвешенным на отдельной проволочке утверждает что чем ярче блеск вращающейся блесны тем больше она привлекает к себе внимание щуки и тем энергичнее щука хватает ее но не всегда это оправдывается на практике ну да иногда щука совсем не берет блесну с сильным световым эффектом и лучше ловится на пол тусневшие блесны с красной меди хороши для ловли щуки деревян деревянные раскрашенные рыбки они особенно пригодны для ловли в тихих омутах но ловят на них и на перекатах и у плотин сильных струях воды рисунок номер 6 рисуночек там рыбки деревянные я уже забыл как они сейчас называются вспомню скажу наилучшей насадкой для ловли щуки на спиннинг дорожку и троллинг следует признать мелкую рыбку плотву ельца уклейку и другое применение рыбки связано с неудобствами с потерей времени на добычу и хранением живцов с кропотливым насаживаем нем на оснастку и быстрым изнашиванием рыбки во время ловли но и эти у неудобства обычно вознаграждаются и часто случается что при полном отсутствии клевого на блесну на рыбку щука берет хорошо ну на живую нас нас на живца конечно да но но опять же тут бабка на двое рада нам для насадки необходимо брать живых рыбок или же недавно уснувших но блестящих и не с поврежденной чешуей длиной в 6 10 сантиметров рыбок тускневших применять не рекомендуется я вам хочу сказать что как-то у меня так получалось одно время ловить бычков и я вам хочу сказать что на бычка очень даже ничего и окун шел и судак и щука на живого бычка оснастки для насадки живых рыбок часто встречаются в продаже однако их можно изготовить и самостоятельно для получения основного стержня оснастки берут медную проволоку сечением в 0,8 один миллиметр и делают на одном конце ее колечка конец стержня нужно заострить чтобы облегчает прокол тела рыбки затем берут стальную упругую проволоку сечением 0608 миллиметров избавить ее к показано на рисунке 7 после чего надевают карабин и продевают проволоку в колечко стержня на рисунке 7 пожалуйста вам рисунок 7 вот такой вот рисуночек вот такой вот так так секунду так после прикрепления тройника на короткий конец проволоки оставшийся лишний кончик ее откушиваются они откусывается изгибается крючком причем длина его соответствует толщине рыбки 1 и 5 2 сантиметра конец крючка ос разотачивается чтобы легче прокалывать тело рыбки насаживается живая рыбка на снастку так основной стержень снастки вводится в рот рыбки затем бок рыбки прокалывается крючком короткого конца и и по выходе его из тела рыбки им же захватывается 2 длинная проволочная снастка если крючком проколоть рыбку трудно то прокалывают ее стержнем и крючочек просовывают в отверстие тройники вкалывают тело рыбки чтобы рыбка прочнее и дольше держалась на оснастке некоторые рыболовы обе губки рыбки скрепляют тоненькой медной проволочкой захватывая колечко стержня лучшая сна насадка для ловли на живца кружки удочки и жерлицы и другие будут мелкие рыбки тех пород которые населяют данный водоем не по-любому если в данном водоеме что-то не водится то на него рыба брать не будет она будет с опаской стоит той или иной успех ловли зависит иногда и от формы живца например такие рыбки как подлещики густера из-за своей ширины менее пригодны для насадки чем узкие плотва елец голавлик язик карасик пескарь окунь ерш и даже налимчик вот рыболовы рыболовы при ловле на кружки удочки и жерлицы чаще всего применяют для насадки плотву и карася но говорят что пескарик вообще душевный но не знаю однако в озерах изобилиющих ершами и окунями ловля иногда протекает успешнее на ершей и мелких окуней чем на плотву и карася верховку верховка верховки и уклейки мало пригодны для ловли эти рыбки слабенькие быстро засыпают на крючке величина живца зависит от величины предполагаемой добычи обычно живец не превышает длины 6 10 сантиметров как правило живец выпущены впущены на крючке в воду должен ходить бойко и свободным движением привлекать щуку и помятых и вялых живцов насаживать не рекомендуем но при сильном жоре и они пригодны ну или при отсутствии других тоже куда ж денешься во всех видах ловли лучше живца можно определить лишь практическим путем лучшего живца можно определить лишь практическим путем методом научного тыка по-другому сказать иногда в одном и том же водоеме щука хорошо берет на ерша а иногда на плотву поэтому лучше всего в наличии ловли в начале ловли ставить жив живцов разной породы и только установив на каких живцов лучше берет продолжать ловлю на них живца можно насаживать на крючок разными способами различают два способа насадки один рассчитан на заглот живца щука при ловле самолованными снастями это жерлицы другой для ловли на снасти которая при поклевке щуки требуют подсечки удочки и крючки первом случае же сам насаживать так так чтобы крючки не мешали щуке заглотить добычу то есть не зацепляясь бы не на зацепились бы при преждевременном не зацепились бы преждевременно поэтому стержень крючка тройника вставляют в рот живца поводок пропускают поджаберную крышку а второй крючок одиночный номер десять или одиннадцать или тройной номер семь восемь надетый на поводок вкалывают под спинной плавник иногда один тройник вкалывают ноздрю рыбки другой под спинной плавник во втором случае насаживая живца прокалывая крючком тройника под первый луч спинного плавника но нельзя крючком повредить позвоночник рыбы от этого она быстро засыпает тонет двигаться перестанет последний способ подчиняется лучшим и применяет последний способ считается лучшим и применяется рыболовами в озерах и прудах или на тихом течении реки этим же способом можно пользоваться и при ловле на сама ловные снасти не знаю мне нравится через ноздру пропускать тогда она вроде как по мне надежнее надежнее скажем так ну опять же кому как кто-то любит под спиной плавник очень хороша снастка виде петли хомутика делается она так делается на так стальная тонкая проволока окручивает вдвое из нее делается петля на которой прикрепляется два тройника или двойника так чтобы они при посадке рыбки на оснастку приходились по бокам рыбки кроме того на петлю надевается небольшая трубочка приятным к ней с припаянным к ней одиночным крючком петля снастки надевается на рыбку трубочка продвигается по петлей и затягивает ее крючок на припаянный к трубочке тыкается под спиной плавник рыбки снастка держит рыбку прочно не мешали ей плавать на течение живца надевают за верхнюю губу пропуская одиночный крючок через ноздрю иногда цепляет им за обе губы а другой крючок тройник вкалывают под спиной плавник рисунок 8 это вот такой рисуночек номер восемь так что вот так вот но я согласен по поводу я же говорю я через ноздрю все время как бы продевал но мне так удобнее не знаю пишите вы как там продеваете через ноздрю вам удобнее рыбку продевать или нет и вообще ловили вы на живца или ганаки насадки ловите вы некоторые балову принимаю пришивают к живцу крючок нитками пропускают металлический поводок через все туловище под кожей или через рот и брюшную полость а крючок вкалывают в бок или спинку живца и тому подобное на так это уже не знаю замороченная сильно эти способы насаживания кропотливы ведут ранению живца понижая его живучесть и не увеличивают количество добычи поэтому применять их не следует вот и я думаю что такие способы чем больше ты уколи живца тем меньше он будет у тебя жить наоборот тут надо как бы чтоб живец был живее всех живых был бодрячком шуршал туда-сюда суетился рыбку привлекал зазывала когда он там еле дергается то и клев будет такой же на него ну я так думаю не знаю какое ваше мнение пишите на этом мы закончили сегодняшнее небольшое видео следующее видео будет шнуры или лес и для ловли щуки потому что мы же продолжаем тематику ловля щуки такой вот хищницы пишите свои предложения комментарии мы же вам будем желать ни хвоста ни чешуи хорошего настроения времяпрепровождение пусть ваш рот приумножается чтоб женщины не сохли мужчины не гнулись а я же вас обнял приподнял поставил где взял пока пока мои дорогие